Я считаю, что мы во всех компонентах переиграли соперника. Но, как говорили, что после первой игры 2-0 это комфортный счет. При счете 1-0 пропустили совсем не нужный гол со стандарта. Там еще разберемся. Так было моментов, таких именно голевых. Что можно было проходить Фенербахче. Но, с другой стороны, я поздравляю Фенербахче. Это сильный соперник и удачи. И в дальнейшем в розыгрыше Лиги Европы. У Ману проблемы немножко. С микротравмой. У него еще в перерыве. С докторами поговорили. Но, с другой стороны, Шкулетич у нас единственный форвард в команде. Там 1-0. Потому, что надо было второй мяч забивать. Так что, что жалеть о том, чего уже сделали. Об этом никто не жалеет. Славки не видно. Сейчас посмотрю, что нам попадут на базу. Посмотрю. Еще раз игру. Было, не было. Но уже штаб об этом говорит. Чистый гол. Ну, если судья поднял. Его право. Не знаю. В судейские вопросы я не лезу никогда. То, что в России. То, что там в Еврокубках. Это не мое дело. Мы это пробовали на сборах. Так что, это и на сборах. Он хорошее впечатление производил. Так что, вы и сами видели. Сами видели. Извиняюсь. То, что он напрягал оборону. Мы решили так, что по первой игре играть верхом. Там вариантов не было. Мяч положили вниз. И больше пользы. Ну, во-первых, на сборах он играл одну всю игру. Он очень хорошее впечатление производит. Поэтому смело выпускали его на замену. Надеялись на него, что поможет. Но он и помог. Ну, а так, с ним еще отдельно поговорим. Потому что мы довольны всеми футболистами. А так, за 10 минут тоже что-то показать. Тем более, первая игра. Я понимаю его волнение. Пас будем ставить дальше. Может, где-то и восстановил уже выйдет. Может, даже в следующей игре. Все может. Субтитры создавал DimaTorzok